Привет, бро! И сегодняшний вечерок я решил тебе скрасить свежим проектом Хайон. Наверное, как-то так он произносится, но если тебе виднее, поправь меня в комментариях. Этот проект будет нам рассказывать о событиях, предшествующих Блейден Соулу. И несмотря на то, что данный проект является очень-очень ПВЕ направленным, я не советую спешить тебе скипать данное видео. А советую поспешить написать комментарий и подписаться на телеграм-канальчик, ссылочка в описании, как и на данный проектик. Скачал я его с QAP, также этот проект является кроссплатформенным, но там какие-то костыли при установке на ПК, проблемы с аккаунтом. Поэтому мы эту систему рассматривать не будем, чисто мобильный проект. Скачивается с QAP, регистрируется, там очень много вариантов регистрации от Google аккаунта до номера телефона. Но я заморачиваться не стал и поставил Google аккаунт. Выставил настроечки, поставил 60 FPS, ну, чтобы было минимум красиво. В данном проекте мы не создаем своего персонажа, не занимаемся кастомизацией, а создаем свой клан, или даже, я сказал бы, деревню, со своей территорией, между прочим. Из которой мы сможем выбегать в открытый мир и сражаться. Но сражаться мы можем здесь не только в открытом мире. НК-софт вообще реализовали здесь, а сразу две боевых системы. Это пошаговая тактическая и динамические бои. В пошаговой мы выставляем наших персонажей. Да, персонажей мы будем выбивать через гачу систему. Они делятся по ролям, то есть мире ДД, рейндж ДД, танк, хиллер и также делятся по стихиям. И уже будем сражаться в пошаговых боях. Когда мы выходим в открытый мир, то тут мы сталкиваемся с довольно интересной боевой системой. Во-первых, у нас есть панель скиллов в правой стороне. Ну, как на всех обычных ММОшках, либо мобах. Да, есть у нас атака, есть скилл. И есть дополнительная панель скиллов посередине, которая будет отображаться аватарами персонажей, которые мы собрали в команду. То есть мы сражаемся всегда одним персонажем, но другого персонажа в открытом мире мы переключиться не можем, несмотря на то, что он состоит в команде. Но призывать и использовать его скиллы можем. Плюс у них есть еще и синергия. Плюс там есть еще и комбо. То есть они, по сути, в боевку запихнули сразу три системы. То есть обычные скиллы нашего персонажа, доп-скиллы от нашего отряда и скиллы, которые мы будем получать при комбо. При том, что здесь есть даже парирование. То есть мы в состоянии подгадать тайминг, если будет какая-то очень сильная атака от босса. И просто блокнуть ее. И вызвать комбо. Ну то есть поработали ребята неплохо. Но и проект весит тоже немало. 9 гигов. Но при этом я хоть и выставил на 60 фпс-ку на высокие настройки. Ультру я не стал ставить. Но проект немножко где-то подлагивает. Все-таки хотелось бы, чтобы оптимизацию они потянули. Внешним видом, стилистикой мне данный проект, наверное, больше даже не Генши напомнил. Хотя что-то дает схожее все-таки. Система элементов, красочный открытый мир. Нет. Больше все-таки мне это напомнило Гранд Сагу. С построением отрядов и выставлением карточек. Что тоже неплохо. Кстати, Гранд Сага скоро должна выйти. Притом на русском языке. В Хайоне, к сожалению, русского языка пока нет. Но есть хотя бы английский. И играется, разумеется, без пинка. Потому что пвпшки здесь особо и нет. Почему нет особой пвпшки? Потому что из всех режимов, которые подходили бы под пвп, я нашел только один. Дуэлька. И то, скорее всего, она будет выполняться чисто стенку на стенку. Либо, может, мы действительно будем сражаться с другими игроками. То есть это все будет зависеть от тебя. Если тебе интересно, напишешь мне комментарий. Напишешь, может, в телеге. То я в этот проект еще и поиграю. Потому что проект довольно занятный. Довольно интересный. Неплохо они сюда запихнули механик. То есть, ну, не просто сделали. Вот тебе 4 скилла, 5 классов. Иди, делай, что хочешь. Качается все автоматом. То есть скиллы особо никаких приколов не дают. Нет, здесь интересная боевая система. Мне еще хочется потестить, как здесь выглядят тактические бои. То есть, поучаствовать в каких-то режимах. Ну и сами инкософты заявляют, что они решили пойти по пути, ну, просто интересного ПВЕ-контента. То есть, отойти от всех этих гринделок, нудных активностей. Когда ты должен каждый день залетать, там, в 6 часов, все, капец. Проспал, значит, потерял много интересного лута. Потому что, допустим, не залетел на какого-то босса. Или, там, в 19 часов ночи тебе нужно ложиться спать, чтобы идти на работу, а ты не спишь, потому что нужно идти на какой-то ивент, который идет только в 19 часов ночи. И никак иначе тебе в него не залететь. Что я вообще считаю максимально отвратительным. И чем грешат, ну, наверное, 98% всех ММО-РПГ. Здесь же такого не должно быть. Здесь все мы играем в своем привычном ритме. Получаем гачу, крутим, выбиваем героев, составляем из них команду. И получаем удовольствие от приятного внешнего вида. Ну, если еще раз заведут оптимизацию, это будет вообще офигенно. В общем, пиши, что думаешь по данному проекту. Все ссылки в описании. Обнял, приподнял. И до встречи на следующем видео. Пока. Пока.